доброе утро друзья я наконец-то стала чувствовать себя лучше и я начала выходить из дома так что у меня просто моей радости нет предела и сегодня будет такое рабочее воскресенье потому что мы встречаемся с аней для того чтобы обсудить наш один рабочий проект о котором я давно мечтала и я конечно расскажу подробности как только они будут чуть большем объеме представлены а сейчас мы посидим поработаем в кафе я думаю я вам оттуда поснимаю покажу аню расскажу вам в чем я сегодня потому что у меня сегодня очень такой расслабленный я сегодня надела пиджак который вы видели я вам сказала что мы его будем носить вдвоем вместе с димой в общем так оно и случилось я в нем хожу наверное чаще чем он потому что мне он очень нравится мне нравится его вот эти широкие плечи что он он легкий на самом деле летом его носить просто одно удовольствие и он прямо отлично структурирует образ даже если вот я сегодня пошла почти в спортивных штанах сделала какой-то хвост не накрасилась никак вообще я сейчас хожу без тонального крема я пытаюсь принять себя такой со своей кожей какая она есть в общем я делаю всякие косметологические процедуры и пытаюсь сделать так чтобы летом кожа не особо страдала от того что жарко на ней spf различные мои кремы и еще и тональный крем так что вот пытаюсь ходить так но вот пиджак отлично выполняет свою функцию добавляет мне хоть немного такой собранности внизу у меня вот такие спортивные длинные брюки мне даже не поворачивается язык называть их штанами потому что у них правда классный крой хотя вот эта ткань она очень удобная ну и собственно это как ткань для треников внизу у меня потрясающие кроссовки моей мамы потому что она и заказывала и они оказались слишком тяжелым то бальман и они супер тяжелые просто максимально тяжелые но моим ногам нормально мне они визуально очень нравится они мне удобные так что я хоть какой вес вытерплю и они очень классно смотрятся с пиджаками и вообще просто это футуристическая обувь спасибо мама еще раз за все твои подарки потому что у меня здесь конечно еще мои чудесные часики этот стальной и серый мне кажется очень удачно друг с другом сочетаются дополняет всю эту серую группу моя чудесная сумка в которой помещается вообще абсолютно все все что только можно я даже сегодня с собой взяла штатив потому что я так соскучилась по съемкам что мне просто хочется максимально задействовать целую камеру и поставить и даже на штатив а а Мне, конечно, наша каминная полка больше нравится, когда на ней лежат книги Но, знаете, когда заболеваешь, или точнее уже заболел, выхода нет Решила вам снять, как есть, мой натюрморт из всех медикаментов, которые сейчас мне нужны И просто у меня боль, что во Франции нет нормальных капель для носа или спреев, которые были бы сосудосуживающими Представляете, у меня были чудесные капли, просто копеечные, назывались риностоп Вот они были куда лучше, чем вся эта био-бредятина, простите Вот масло эвкалипта в каплях, когда у меня и так нос раздражен невероятно, не помогает абсолютно К слову, об эвкалипте он у меня сам есть Я его иногда открываю, просто нюхаю, ну, просто боль И что касается сосудосуживающих, Дима у меня вчера нашел вот такой вариант таблеток Которые, внимание, таблетки от насморка Вы когда-нибудь слышали такое? Я никогда Они выглядят вот так И, собственно, они являются сосудосуживающими Заметки фармацевта у нас сегодня с вами Кто смотрел мои видео с самого начала, вы наверняка помните эту кружку, которую я не доставала тысячу лет Я ее достаю, когда все плохо, когда я болею Это я тут книжку читаю, которую мне дала Марина, креативный вид Пытаюсь рассчитаться, заставить себя, может быть, какие-то интересные моменты почерпнуть Бальзам Тигра, жутко популярный во Франции И мне помогающий очень часто Знаете, если кто-то из вас болеет, вы не одиноки И я посылаю вам все свои мысли о выздоровлении И я посылаю вам все свои мысли Я неплохо поработала над своим французским youtube каналом, потому что самое главное в этом деле для меня просто не забывать и не оставлять на потом монтаж и вообще всю съемку видео Потому что я сначала на французский свой канал делала отдельные видео, чтобы они ни в коем случае не повторялись с моими видео на этом канале Мне было прямо важно что-то делать супер разнообразное Но потом я поняла, что я откладываю этот процесс съемки, потому что хотелось придумать что-то такое экстраординарное На это уходило больше времени Иногда была даже дилемма, знаете, какой материал куда вставить Потому что когда какие-то супер классные кадры получались, то хотелось вставить их на этот канал Потому что тут, естественно, просмотров больше И как бы да, это мой заработок на 100% С французского же канала нет никакой прибыли сейчас, но я это делаю абсолютно, знаете, так Во-первых, для того, чтобы еще держать свой французский на хорошем уровне Я об этом вам говорила в каком-то из видео, что это действительно очень здорово помогает тренировать речь И на самом деле аудиторию европейскую, вы не представляете, как ее сложно собрать Потому что есть маркетинговые исследования, которые рассказывают, чем выше уровень жизни в странах Тем меньше люди проводят время в социальных сетях Мне кажется, это совершенно логично, потому что даже в Париже люди вместо того, чтобы, знаете, сидеть и скроллить что-то Им легче выйти на пикник, например, или пойти в музей И знаете, что интересно? Для рекламодателя, например, если он видит, что у меня европейская аудитория Но при этом 10 тысяч человек, например, в подписчиках и там по 2 тысячи просмотров Если я его заинтересую как потенциальная площадка для рекламы, он все равно ко мне обратится Потому что он будет видеть, что да, тут есть люди Пусть их немного, но зато они есть, зато они живые В то время, как я помню, когда я начинала канал на свой русскоязычный И сколько же пришлось сначала набирать людей, просмотров, чтобы появилась хоть какая-то реклама Чтобы начали поступать какие-то предложения Потому что я помню, у меня даже было 30 тысяч подписчиков, как бы ко мне никто не приходил И знаете, это на самом деле очень даже мотивирует на мой французский канал Потому что там у меня есть коллаборации Причем они очень классные, мне они прямо нравятся Но, как я вам сказала, это просто не мой основной источник заработка И тем не менее, я все равно себя мотивирую продолжать там снимать видео Потому что я абсолютно точно помню, как было с моим вот этим каналом Что я несколько лет, наверное, года 2 или вообще практически 3 вела просто канал Потому что мне это действительно нравится, мне очень нравится и снимать, и монтировать Но, да, действительно прибыли особо не было И я тогда, когда начинала вести канал, училась на своих ошибках То есть не было такого количества материалов, каких-то вебинаров Блогеров, которые снимали видео о том, как снимать видео, как загружать их Какие хэштеги использовать, какие алгоритмы есть у Ютуба И сейчас до сих пор люди спрашивают вообще Как ты начинала, а с чего ты продвигалась вообще, с чего мне начинать Потому что, ну, конечно, когда люди заинтересованы в видеоконтенте Им тоже хочется самим попробовать и вообще узнать, что это такое И как на это можно зарабатывать Вам наверняка попадались видео вот такого плана, знаете Очень такие успокаивающие, на которых хочется просто смотреть и смотреть очень незамысловатые действия И это так называемые, знаете, залипательные видео Сейчас обратите внимание вообще, сколько на этом видео просмотров И сколько подписчиков на этом канале Теперь представьте, сколько это вообще может приносить денег Не знаю, насколько для вас это вообще известный факт Но владельцы таких каналов могут зарабатывать действительно очень хорошие деньги Это по несколько тысяч долларов в месяц И сейчас вот самое интересное как раз для тех, кто хотел бы вести свой канал Создавать контент, но, например, не всем подходит показывать свое лицо Озвучивать видео, вообще тратить столько времени на свой контент Как, например, трачу на ведение своего блога я И пойти можно действительно другим путем Потому что мой коллега Эльдар Гузаиров, автор нескольких YouTube-каналов Скоро проведет бесплатный интенсив, на котором расскажет, как за три вечера Создать свой канал, получить просмотры и быстро войти на монетизацию Вот таких подобных залипательных видео И можно даже вообще не использовать и не снимать свое лицо И главная фишка в том, что вам не потребуются деньги для старта или продвижения Вообще, если следовать четким инструкциям, которые вам даст Эльдар YouTube сам вас будет продвигать И вы можете как использовать фрагменты других видео Так и снимать ваши хобби, например, домашних животных Распаковку посылок, уборку Вообще, это все спокойно может стать вашим видеоконтентом Специальная техника вам тоже не потребуется Достаточно всего лишь смартфона А самое главное преимущество этой ниши в том, что этот способ абсолютно подойдет каждому Здесь нет никаких ограничений И, например, среди учеников Эльдара, вышедших на монетизацию Есть и 65-летняя женщина, и 30-летняя мама в декрете И, в общем, неважно вообще, какая у вас профессия И какой у вас рабочий график Вам всего лишь нужно выделить время на бесплатный трехдневный интенсив Который будет проходить по вечерам после работы Так что, друзья, переходите по ссылке, которую я вам оставлю для регистрации И бронируйте себе место на интенсиве Потому что для моих подписчиков это будет совершенно бесплатно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как-то в будний день мы с моей подругой Аней Очень решительно и довольно резко собрались И решили поехать в относительно соседний город Руан С этим городом у меня связано на самом деле много всего Потому что вообще, по идее, я должна была именно в этом городе учиться Я хотела туда поступать в докторантуру, но в докторантуру слишком идти, знаете, амбициозно Потому что когда ты поступаешь в европейский вуз, тебя автоматически понижают Потому что в перерасчете программ, если ты был магистр, то ты не можешь пойти, например, на ступень логическую выше Ты должен идти как бы ниже В итоге мне предложили магистратуру Я уже вроде как собирала тут документы У меня даже был преподаватель, который написал мне рекомендательное письмо из этого вуза Но, знаете, я в итоге была принята на вторую очень классную программу в Университете Дюдро в Париже как раз Где я, собственно, и закончила свою магистратуру Но к Руану у меня не поменялись чувства Я очень хотела попасть в этот город, потому что там очень богатая история Там такая архитектура, там такая атмосфера И, знаете, у меня не доходили руки никак смонтировать эти материалы Поэтому не удивляйтесь, что в этом ролике, точнее в этой части ролика я буду в пальто На тот момент это было холодное время Хотя, мне кажется, у нас еще погода успеет поменяться Так что после 27 мы можем вполне вероятно ходить в более теплых вещах Так что, друзья, я вас оставляю с этой частью из Руана И встретимся здесь же Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Добрый день, друзья, из замечательного города Руана, куда мы приехали с Аней Приехали мы совсем ненадолго Но, знаете, нам так повезло с погодой, потому что сейчас солнце и не особо жарко И ехать нам было очень недолго, потому что это полтора часа на поезде от Парижа Кстати, взяли очень-очень ранний поезд В 8.40 он уже отходил от вокзала Сан-Лазар И у нас на сегодня, на самом деле, очень такая расслабленная программа Мы ничего так особо не планировали, нам главное познакомиться с городом, посмотреть его, потому что Руан является столицей Нормандии И этот город характеризуется, знаете, самым большим количеством исторических памятников, которые классифицированы в наследие ЮНЕСКО на жителя А жителей здесь, кстати, немного, всего 110 тысяч примерно И тут, конечно, очень много разных исторических монументов Здесь очень большой пласт истории пересекается со средними веками Мне кажется, у нас сегодня будет чем заняться и чем восхититься И, конечно, буду вам обязательно показывать и рассказывать, и, конечно, делиться своими впечатлениями Потому что, например, сейчас мы стоим на фоне вот этой церкви, которая называется Иглии Сан-Макру Как-то так Еще, пока я тут нашла, знаете, некое подобие зеркала, отражения Расскажу вам, в чем я приехала, потому что у меня сегодня очень такой комфортный, расслабленный вид Здесь у меня такие кроссовки Просто самая моя удобная обувь, если я планирую ходить очень много, долго и по брусчатке Мое пальто в прекрасном коричневом цвете, которое мне очень нравится, как сочетается с моим свизером из Кашемира от Лили Силк Моя гигантская сумка, очки И, кстати, у меня есть сегодня кепка, я не знаю, надену я ее или нет Может быть, вам покажу Субтитры создавал DimaTorzok 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 И, конечно, его фасад Потрясает вообще воображение Конечно, как, наверное, большинство готических соборов Субтитры создавал DimaTorzok 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 Фасад и очертания здания Как таковы Сколько игра света И мы сейчас зашли как раз в тот момент Когда солнце Садилось между башнями Это было настолько красиво Просто я не представляю Какая-то титаническая работа Сделать весь этот декор Как это красиво Кстати, есть такая Интересная байка Когда приезжают туристы из Азии Для них это настолько знаете, объект, который писал долгое время Клод Мане, что они называют этот собор не собором Руана, а собором Мане, и спрашивают, где здесь собор Мане, и вообще, кстати, Мане очень хорошую такую пиар-компанию для Руана сделал, потому что картины его начали продаваться, конечно, по всему миру они разлетелись, и много очень репродукций было, и, конечно, люди узнавали об этом соборе, находясь за многих километров от него. Мы пришли в собор, который сейчас находится на реставрации, но, знаете, это ему нисколько не мешает впечатлять своим размахом и красотой готической архитектуры, потому что внутри собор представляет собой просто такую каноническую, канонический пример готической архитектуры. Вообще, самая старая часть собора — это башня Сен-Ромен, она была построена в 1145 году, и внутри собор особо не изменился, в отличие от его фасада, который, как я вам говорила, постоянно подвергался каким-то изменениям. Внутри он действительно просто невероятно большой, у него длина 137 метров, а высота, самая-самая высокая точка — это 51 метр. Кстати, я вам когда говорила высоту башни, вообще высоту самого собора, я как бы ошиблась, на 100 метров, между прочим. У него высота шпиля вместе со шпилем не 50 метров, а 151 метр. И поэтому, конечно, он считался довольно долгое время самым высоким зданием вообще в Европе. Одной из значимых реликвий Руанского собора является забальзамированное сердце короля Ричарда, львиное сердце. Вообще его останки, кстати говоря, захоронены в разных местах, вообще в трех местах, потому что он погиб от стрелы из арбалета в 1199 году возле замка Шаброль, и хирург плохо извлекает стрелу, так что Ричард потом умирает от заражения кровью. Вообще сердце было вынуто и как раз перемещено в Руан, и оно было забальзамировано в саркофаг с изображением короля Ричарда. Представляете, в 19 веке, во время реставрации собора, вот из этого как бы склепа была извлечена маленькая свинцовая коробочка с остатками забальзамированного сердца, которое превратилось просто в такой ржавый порошок. И, по-моему, в 13 году, когда были проведены исследования, они показали, что сердце было действительно забальзамировано с использованием различных даже ароматических трав. В общем, Ричард, его сердце покоится здесь. Кстати, интересный факт, что король Англии, Ричард Львиное Сердце, не знал английского языка. То есть это был вот истинно нормандский король. И сейчас, поскольку в музее ведутся реставрационные работы, Ричард Львиное Сердце покоится, точнее, его сердце покоится вот здесь. А сверху у нас строительные балки и такой, знаете, шум, который может иногда пугать. И тут безумно красивый орган, который просто, я не знаю, он, с одной стороны, он очень мрачно выглядит, как действительно такой типичный орган готического собора. Но насколько же он торжественно и, знаете, очень, я бы сказала, утонченно смотрится. Вообще, мы с Аней пришли к выводу, что этот собор за счет своих вот этих высоких вытянутых форм он производит впечатление какого-то такого очень строго воздержанного места, но в котором, однако, присутствуют такие яркие, радостные элементы, как, например, эти витражи, которые, кстати, в центральной части имеют ярко-ярко-синий оттенок. Вообще, за счет вот этого полотна, который прикрывает строительные леса, мы как только сюда зашли, было ощущение, что это туман, то есть, знаете, полная таинственность, и свет сейчас невероятными красками играет на сводах. Конечно, за счет яркого солнца можно увидеть всю красоту витражей. Так, мы идем в этот прекрасный ресторан, который называется Паскалинь. Он располагается среди этих цветущих яблони. У него очень милые такие столики, красные, в общем, мне кажется, выглядит многообещающе. Что я вам рассказываю, что мы взяли, поскольку это Нормандия, все советуют брать мясо. У нас здесь два филе говядины. Я специально поменяла себе картошку на овощи, потому что очень люблю запеченные овощи. От ресторана мы в восторге. Тут такой милый интерьер, просто настолько все, знаете, по-домашнему уютно, и очень, кстати, хороший выбор. Хотела сделать вердикт по ресторану, где мы отлично пообедали. Нам все очень понравилось, и, знаете, действительно был беспроигрышный вариант взять хорошее мясо, потому что Нормандия, как я вам говорила, как раз славится хорошими стейками, хорошей говядиной. Овощи были у меня так себе, можно было, конечно, их получше приготовить на пару, но, знаете, мы все равно остались очень довольны. Ресторан называется Паскалин, и сейчас мы пойдем на кофе в один кофешоп, который мы заприметили с утра, потому что хочется хорошего кофе и, возможно, какой-то десерт. Поэтому будем идти как раз через старый город до этой кофейни, и обязательно вам ее покажем тоже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы пришли к очень интересному месту и очень значимому для французов, потому что здесь в 15 веке была сожжена Жанна Дарк, вот на месте этого креста, который возвышается здесь. Раньше это был рынок. Собственно, сейчас нам о нем тоже напоминают какие-то палатки, какие-то маленькие лавочки, но, в общем, именно здесь Жанну Дарк сожгли, и причем такое место поклонения ее жертве возникло не сразу. То есть через 25 лет после ее казни, ее сожгли заживо, ее как бы реабилитировали, и сказали, что она никакой не еретик, то что она действительно святая герой Франции. И раньше здесь была церковь, которая пострадала во время войны, и на ее месте возвели вот такую интересную конструкцию, которая напоминает многим либо костер, то есть такие пламя костра, либо перевернутую лодку, потому что в Руане очень много историй, связанных также с викингами и с их завоеванием. Если мы зайдем сейчас внутрь церкви, то можно будет увидеть, как эта крыша напоминает как раз дно лодки. Хотела показать вам с этой стороны, пока мы идем к входу в церковь, как выглядит крест вблизи. То есть вот точно, абсолютно точно известно, что это было на этом месте, этот ужасно страшный костер. И вот на месте, где растут цветы, это небольшая клумба, я вам сейчас пальцем покажу, вот это место, там приговаривались к смерти осужденные. Люди, которые исполняли приговор, они сделали карикатуры Жанны. То есть представляете, насколько это невероятный факт, что вот эта карикатура, графическое изображение Жанны Д'Арк, оно сохранилось, и нам абсолютно точно известно, как она выглядела в жизни. На скульптуре не очень хорошо понятно, но, в общем, вот это изображение, его можно считать более или менее приближенным к реальности. И на этой площади вплоть до середины 19 века проводились смертные казни. Такая вот история. Так что давайте зайдем в церковь и посмотрим, как она выглядит внутри. Мы зашли в церковь, и, конечно, потрясает этот вид. Действительно, размах какой-то невероятный. И крыша, правда, напоминает дно лодки. Вот эти витражи, которые вы видите, это настолько удивительная воля случая, потому что они остались от прежней церкви, которая была на этом месте. Это церковь 16 века и витражи 16 века. И, представляете, до бомбардировки удивительным образом эти витражи были извлечены из окон церкви, сохранены. И вот когда церковь была разрушена и на ее месте построили эту, витражи нашли свое новое место здесь. Конечно, впечатляет, когда ты заходишь и видишь вот эту стену, полностью украшенную. Правда, церковь очень необычная, очень интересная. Хотела вам поделиться своей радостью. Я никогда в жизни вот настолько близко, мне кажется, не видела витражи. По крайней мере, витражи 16 века оригинальные. И вот есть такая возможность. Ты поднимаешь голову, видишь весь этот сюжет. И, кстати, как и на многих других зданиях, которые, я думаю, мы увидим, или я уже их вставила, здесь также присутствуют барашки, как символ города Руана. Мы сейчас пока прогуливаемся, заходим в винтажные магазины, которых, кстати, здесь довольно много. Цены здесь очень радуют. Ну, я их как-то специально не снимаю, чтобы сконцентрироваться на ассортименте и не особо как-то пугать здешних продавцов. Но они очень милые, просто вот настолько как-то позитивно настроены. Все вам скажут добрый день, хорошего вам дня. И вообще интересно здесь шопиться в плане того, что здесь магазины все как-то сосредоточены на одном маленьком участке, и они как бы не находятся в каких-то больших торговых центрах. То есть такой, знаете, очень комфортный шопинг, что вы вышли из одного магазина, зашли в другой, и все это в таких маленьких старинных зданиях. И очень много таких, вы знаете, местных бутиков, как, например, вот эта интересная лавка с антиквариатом. Так что здесь можно просто ходить и смотреть на все, запрокинув голову, как, например, вот на это место, которое сейчас, к сожалению, загорожено мусорками. Но посмотрите, если я подниму камеру чуть выше, это, если я не ошибаюсь, бывший фонтан. Мы пришли к очень известному месту, это Гроз Орлёжи, как-то так называется, или Гро Орлёжи, как его еще называют. Эти часы просто, вы не представляете, они функционировали до 18 века просто исправно. Сейчас их, конечно, немного подреставрировали. Сейчас подойду поближе, покажу вам и расскажу про них. Представляете, их проектировали еще, по-моему, в 15 веке, если я не ошибаюсь, но в тот момент была всего лишь одна стрелка часов, то есть не было еще минутной стрелки. И они как раз представляют собой такое мифологическое описание дней недели. Например, пятница — это день Венеры, четверг — это день Юпитера. В общем, в таком плане. И, конечно, на часах есть символ барашка, потому что барашек для Руана является таким символом плодородия и богатства. Это очень важный знак. И на гербе города также есть барашек. Вот герб города вы можете видеть чуть ниже. Вот эта часть, видите, вот эта нижняя часть, как раз которая представляет описание дней недели, она движется. И мы, когда сюда подходили, можно было слышать звуки этих часов. Еще очень интересная деталь представляет собой вот эта арка, потому что она, конечно, безумно живописная, на ней так много деталей. Мы подошли с другой стороны к этой арке. Я хотела вам показать одну очень интересную, занимательную деталь. Вот эти ангелы, которые обрамляют свод, они все смотрят в одну сторону, кроме одного, который расположен справа. Видите, вот этот второй ангел справа. У него голова изображена вниз. В общем, это из-за того, говорят, есть такая легенда, что художник, который исполнял эту работу, ему отказывались платить. И вот он сделал такую, знаете, небольшую шалость. Записываю вам звук. У меня в Руане еще поражает близость вот таких интересных объектов. Я вам про витражи рассказывала, сейчас мы идем по улице. И тут просто вот такие горгули. Прям на расстоянии вытянутой руки. Согласитесь, это довольно необычно, с учетом того, что они в большинстве случаев располагаются как раз на крышах. Здесь же они просто вот на улице. Идешь-идешь, и они здесь. Просто в Руане прекрасные улицы. Есть и большие, как здесь, в торговом квартале городском. Есть очень маленькие, приятнейшие улицы, где тоже располагаются такие небольшие местные лавки. музыка. МЕДОСТНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 как можно интересно обработать фотографии, как можно использовать, например, один и тот же фильтр для разных эффектов, как выстраивать ленту или как очень талантливо можно копировать классные фотографии из Пинтереста. На Boosty у меня также есть музыка, которая звучала в моих видео, личные посты с размышлениями и также рецепты, адреса винтажных магазинов. В общем, на Boosty у меня очень интересно и я в свою большую благодарность за вашу поддержку, за поддержку моего канала с радостью делюсь чем-то полезным с вами в обмен. И, друзья, я буду очень ждать вас у себя в Инстаграме, где у меня очень интересно, там все оперативно обновляется. Я выкладываю какие-то моменты из повседневной жизни, пытаюсь показать вам те мелочи, бытия, которые окружают нас в каждом нашем дне и нужно их замечать, чтобы становиться, может быть, еще чуть-чуть счастливее. И, конечно же, у меня есть еще Телеграм, где очень уютная атмосфера, потрясающее сообщество. И каждую неделю, даже сейчас, несколько раз в неделю, выходят фотоколажи с небольшими текстовыми заметками. Я вас крепко обнимаю, огромный спасибо, что вы были со мной и мы с вами увидимся совсем скоро.